Александр Невзоров, Виталий Дымарский, вы с нами? Мы здесь. Ура! Да, мы здесь, мы здесь в прекрасной Гильвеции. Я, значит, напоминаю еще про Эрарту, с которой я связан теснейшими и нежнейшими отношениями. И даже дело не во мне, не в моей лекции, потому что там, по-моему, то ли нет билетов, то ли не будет там в ближайшие часы. А дело в том, что это великолепное, великолепное музейное пространство, о котором надо, в общем, помнить и знать. Там, кстати говоря, по-моему, открылась даже выставка Шнуран. Там открылась выставка Шнуран, но я... ...пространство, о котором надо, в общем, помнить и знать. Там, кстати говоря, по-моему, открылась даже выставка Шнуран. Там открылась выставка Шнуран и смог пойти, потому что я был на эфире. Но мы договорились организовать такой небольшой культурный десантик и сброситься туда и осмотреть... Оля, приезжай к нам, пойдем к шнуру. Это так прекрасно, что я даже не нахожу слов. Такое предложение трудно. И поучаствует у нас здесь заодно в битве за Исаакий. Мы возьмем вообще массу прекрасных людей. Лушников, Леша, возьмем. Хорошо. И своими глазами, Оль, увидишь битву за Исаакий. Да. Касательно битвы за Исаакий. Ну вот Демарский уже знает, уже кто-то рассказал. Действительно смешная история. Потому что тут гостили, гостила продюсерская группа из Голливуда. И меня с ними собили и познакомили. И они предложили там, ну они вечно выходят с какой-нибудь инициативой про сценарий. Но я сказал, что сценарий писать не могу, времени у меня нет. Но я могу продать идею. Идею нового фильма под названием «Битва за Исаакий». Потому что вы же знаете, что Исаакиевский собор, он не должен был бы отойти, вот прямо скажем так, к РПЦ. Дело в том, что у той старой дореволюционной церкви было, в общем, довольно много наследников. И даже в России где-то существует пять или шесть православных церквей. Там автономная церковь, апостольская православная церковь. И каждая, катакомбники, и каждая из них в известном смысле имеют право претендовать на это наследство. И вот фильм как раз и будет заключаться в том, что это наследие будут пилить попы. Представьте себе, какое роскошное Мочилово может быть. Куда там коду давимщик. Страсти, свирепые страсти. Причем, когда я описывал, как они должны будут это делать. И вот, к сожалению, только умер Дефинес, и некому будет сыграть Гундяева. Он был бы великолепен. Ох, Александр Глебович. Нет, но это был бы глупый драматический. Ну, есть и другие выдающиеся артисты. Есть. Вот они сразу полезли выяснить, сохранилась ли картотека орков Питера Джексона. Потому что там надо всего на всем немножко переодеть. И вот это все сказочное Мочилово на фоне драматических декораций Петербурга, оно будет, конечно, выглядеть роскошно. Но по поводу Исаакия в двух словах, поскольку это уже такая вечная петербургская новость. Там произошло много интересного. Там было стояние интеллигенции вокруг этого собора. Цепью. Цепью или даже кольцами. Там три или четыре кольца, по-моему, получили. Причем я бы сказал, что это выглядело убедительно и драматично. И немедленно зашевелились черносотинцы, которые все как один, но это, естественно, в форме доноса, но они все задают вопрос, а не загорятся ли покрышки возле Исаакиевского собора в ближайшее время. Я могу сказать, что возможно загорятся, но это будут покрышки от маленьких таких вот автомобильных моделей. Если, кстати, к вам на эфир придет Вишневский или Резник, передайте от меня, чтобы им был запас. Обязательно. Это маленькое-маленькое колесико от игрушечной машины. Вот у меня здесь вот колесико мне передал Визаров, я там Вишневскому и Резникам. Слушайте, ну... Отважится на что-нибудь большее. Ну подождите-ка, там, кстати, помимо стояния, было еще другое стояние. Там было... Хождение, вернее. Там было хождение, там продолжаются приключения Милонова. Да. Он, кстати, извинился за свои слова. Вы знаете об этом? Нет. Ну, он сказал, что он бытовой эпиземент. Поймите, поймите. Он же на самом деле... Он сказал, что если он кого задел и как-то национальный вопрос там присутствовал, фраза не очень удачная, и извинился. Что случилось с Милоновым, Александр Глебович? Вы его знаете как родного. Ну, во-первых, Милонова... Да, он... Это прелестный человек. Его тут, во-первых, недавно застукали за покупкой рыбы в Финляндии. Он об этом тоже объяснил все. Истинный, истинный патриот и православный человек, поддерживающий санкции. Он, естественно, навострил лыжи и смотался в Финляндию за рыбкой и другими санкционными продуктами. Но вот кто знает Милонова, понимает, что все эти разоблачения, все эти попытки его вывести на чистую воду, ему никакого дискомфорта абсолютно не причиняют. У него есть только одна такая слабая и серьезная тема. Это гейский вопрос. Но это связано с тем, что для нас с вами Милонов это, ну, немножко клоун, это какое-то петербургское недоразумение. Но для истинных христиан это светоч, маяк. Это такой фальшфейр в ночи. Ведь с чего началась карьера? С того, что ему было, как всякому будущему святому, ему было видение. Причем видение нигде-нибудь на Дворцовой площади, ему привиделась гигантская задница в кокошнике. И эта задница жаловалась на жизнь и жаловалась на какие-то притеснения, которые она испытывает в России. В каком смысле притеснения? Притеснения, судя по всему, а да. Но поскольку Милонов не знал этого языка и возможности объяснения у этой задницы были весьма ограничены и мимически, и артикуляционно, но он собрал там всяких богословов, поэтов и других практологов. И они расшифровали, что значит задница рассказывала Милонову о невероятной драме, которую ей приходится переживать в России. И тогда он пошел войной на геев. Как выяснилось недавно, его чем-то обидели, успели обидеть презервативы, потому что, комментируя историю со святым Валентином, Милонов мрачно сообщил, что на самом деле это праздник презервативов, и только по этой причине распутство презервативов и ненормированного алкоголя. Это было по поводу этого несчастного святого Валентина. Слушайте, а ну вы же хорошо знаете петербургскую политику, он уже давно в политике, да? Он давно в политике, давно и подозрительно, скажем так, потому что он на самом деле был очень крепко инсталлирован как раз в те сообщества, против которых он сейчас борется, я имею в виду всякую голубизну. Но ведь поймите, у любого человека, индифферентного к этому вопросу, не может возникнуть такого бешеного желания травить геев. Любой гетеросексуал всегда радуется, что существуют геи, потому что чем больше геев, тем меньше конкуренция. И надо геев приветствовать, культивировать, возвращать, и чем их будет больше, тем лучше. Нормальный, вот скажем так, самец должен был бы, ну скажем так, ту ситуацию, когда он остается один, единственный на земле с традиционной ориентацией, приветствовать и благословлять. Вот у Виталия Валентиновича с этим делом какие-то есть явно проблемы, но вообще надо понимать, что он, как и все, в высшей степени артист, в высшей степени притворщик. И дело даже не в том, что он был разоблачен на границе за покупкой финской еды, запрещенной в России. Дело в том, что мы увидим, вот скажем так, повторение Милоновщины в каждом. Вот обратите внимание, появился Новый Курбский, да, сбежал в Украину, сбежал Вороненков, прихватив певицу Максакову. Послушайте, Александр Глебович, вот здесь у меня один момент. Вы чувствуете, что Мария Максакова ваш конкурент? Вы читали ее интервью? Она жжет глаголом так, что, Александр Глебович, я бы на вашем месте очень бы, как бы сказать, с интересом принесла. Хорошо, я отнесусь с интересом, но надо сказать, что она вообще всегда была небезнадежна, потому что это тот единственный депутат Государственной Думы, который ни во втором, ни в третьем чтении не голосовал за омерзительный закон Димы Яковлева. Она не голосовала? Да, она не голосовала, хотя она целиком тогда вся еще была патриотка, плакала от гимна, тоже кричала громко про Крым наш, но тем не менее... Может быть, она профессионально плакала от гимна, может быть, у нее музыкальные какие-то струны взыграли? Умница, ты обо всем догадалась. Нет, я просто к тому, что бедный Владимир Владимирович, который всерьез полагает, что он окружен патриотами, да? И ясно, что у 99%... Он такой наивный, вы думаете? Ну, каждый человек пытается верить в то, что он хочет. И давайте не будем отнимать это счастье у президента страны, но вот это вот абсолютно нелепая ставка на то, что люди, которые сегодня прикидываются сторонниками и изображают из себя невероятную страсть к государственному устройству и соблюдению интересов России, завтра об этом с огромной легкостью забывают и предают. И мы видим, что даже на примере Исаакиевского собора, что вот та интеллигенция, которая вышла, которая не имела каких-то пассионарных лидеров, не имела каких-то однозначных красавцев во главе себя, а их предводителями были потомки тех, кто, по мнению Милонова, христиан варил в котлах. Но здесь Виталий Валентинович, видать, всё-таки рыбки-то переел финской, потому что христиан варили в котлах никак не предки Резника, а скорее уже римские легионеры, если он намекает на то, что Резник и Вишневский – потомки... Императора Нейрона, например? Римлян, Римлян. Нейрона, либо просто рядовых легионеров, я уже не знаю, из легионов Фульмината, Активиана, то он, наверное, скорее всего, ошибается. Ну, может быть, за это он и извинился. Возможно. За свою ошибку. Оля, вот смотри, по поводу пассионариев. Здесь есть вот, произошёл такой случай на этой неделе, по-моему, да? Мы нам всем сообщили, что то ли в ДНР, то ли в ЛНР поехал писатель Прилепин, поехал воевать. Мне кажется, что очень было бы интересно послушать Невзорова, поскольку Прилепин фактически, Александр Глебович, повторил ваш... Да, отчасти повторил путь и опыт. Да, ваш путь, ваш опыт, ваш пример, 25-летие давности уже, да? Да, и ничему не научился. Хотя, вы знаете, война стала настолько другой, что сейчас она является гораздо более доходным предприятием. Мы знаем, что Букеровская премия – это какие-то гроши. Мы понимаем, что Ганкуровская премия – это вообще символичные, по-моему, 10 евро. Мы понимаем, что Пулитцеровская, да, правильно? Пулитцеровская. Это тоже очень небольшая сумма в 10 тысяч долларов, но Донбасская война любому вменяемому командиру приносит в десятки и сотни раз больше, как то показали недавно опубликованные счета донбасских командиров. Но я думаю, что при Лепину все-таки надо было бы быть последовательным, быстренько жениться на Маше Гайдар, взять фамилию жены, и тогда уже выглядеть по-настоящему комиссаром, причем будет Захар Гайдар. Ох, красиво! Да. И пыльный шлем. Он будет, да, да, но что касается пыльных шлемов, то им там выдают пыльные шлемы, либо там есть специальные приезжают товарищи, которые опыляют шлемы. И понятно, что сейчас единственное, за что сражается вся эта банда на Донбассе, когда никаких надежд не осталось ни на вхождение в Россию, ни даже на какую-то вменяемую автономию, они все сражаются только за одно, за продолжение войны. Кому и зачем так страстно нужна война? Саша, но цель они задрали, они теперь говорят, что цель их Киев, уже не ДНР. Они уже брали Лондон, они уже брали Нью-Йорк, они уже колонизировали Австралию, но, судя по всему, это делается все-таки тогда, когда под видом гуманитарной помощи прибывает совсем дешевый спирт. А вот я хотел бы вас услышать, ваш комментарий, это все-таки вот что ощущает человек, берущий в руки ружье? Да это нормальное абсолютно ощущение, это правильный путь. И с точки зрения своей биографии, своего пиара, он действует безупречно и очень умно. Более того, я подозреваю, что он, в общем-то, неплохой дядька. И вполне может быть, что им движут и вполне искренние, а не какие-то корыстные устремления. Другое дело, что он мог бы посмотреть, например, старших товарищей и понять, что это пустая трата времени, и что это то, за что рано или поздно, в общем, приходится раскаиваться. Вы сейчас о себе говорите? Нет, я просто не умею раскаиваться, поэтому... Но признавать, что я совершил глупость, сражаясь за Приднестровье, будучи комиссаром Рижского ОМОНа, я, в общем, обязан, потому что в ситуации с ОМОНом и с удержанием Прибалтики мы действовали против здравого смысла и развития. И это надо признать, да. У Прибалтики хватило сил вырваться тогда из когтей империи. Что касается Приднестровья, то вот тот позорный, убогий регионишка с пластмассовыми деньгами, без всяких надежд на развитие и перспективы, это, конечно, плод весьма печальных усилий и весьма и весьма неблагополучное и, скажем так, постыдное дело, в котором лучше было бы никогда не принимать участие. Александр Глебович, скажите, а как вам кажется, у Прилепина еще есть такой ресурс, чтобы переколаться, чтобы осознать, чтобы прийти к каким-то совсем другим выводам? Вот я смотрел его публицистику. Она не очень радует, она не очень хороша, скажем так. Просто не очень профессионально, он не очень владеет словом. Я не знаю, как он пишет свою эту художественную литературу. Очень хорошо пишет. На мой вкус очень хорошо пишет. То есть, если у него есть какое-то подобие интеллекта, конечно, все изменится, потому что интеллект и убеждения, как я всегда говорю, это вещи несовместные. Интеллект – это не некая статичная форма или сумма знаний и представлений. Это постоянный процесс, который все время что-то перемалывает и изменяет в человеке. И гордиться верностью каким-то идеям может только человек полностью интеллект лишен. Если у него есть действительно интеллект, тогда, поверьте, через какое-то время мы получим еще одного очень трезвого и очень безжалостного персонажа на Театре Российской Истории. Поэтому пусть он себе этот кровавый, грязный, идиотский опыт приобретает. Если у него есть интеллект, то он из этого опыта впоследствии сделает конфетку. Да, но главное только, чтобы этот опыт не оброс какими-то еще жертвами. Да, я очень надеюсь на то, что вот он оттуда вернется. Потому что все-таки оружие в руках, оно иногда стреляет. Хорошо. Если мы с этой темой, в принципе, закончили, но у нас как-то вот тема Курбских и тема Перековавшихся, она, по-моему, присутствует практически везде. А можно вернуться еще вот назад к персонажам типа Милонова? А вот эти люди будут спустя какое-то время транслировать совсем другие вещи? Возглавлять гей-парады или, я не знаю, раздачу бесплатных презервативов? Или для этого нужен все-таки интеллект, как вы говорите? Вполне возможно. Нет, либо интеллект, либо нужно какое-то серьезное внешнее воздействие. Вполне возможно, что как только вся эта мракобесная история обрушится, и они все окажутся невостребованы с дикостью своих взглядов и с примитивностью своих понятий, то, конечно, они будут перекрашиваться. Как мы видели, этих перекрасок очень много. Ведь, обратите внимание, вся та глупость, которую там нам демонстрируют, она уже настолько запредельна, что она не может быть естественной. Недавно блеснула красавица Васильева, министр. Да-да, министр образования и науки. Которая опять требует, чтобы в детей вколачивали чтение. Более того, она сделала новое открытие, которое могло бы послужить, скажем так, хорошим основанием для серьезного научного труда. Она утверждает дословно, человек не может сформироваться, если он не читает. То есть, судя по всему, не труд сделал из обезьяны человека, а чтение. Ну, разумеется. Все эти люди, которые не имели возможности. Знакомиться с весьма замшелой и малопригодной для сегодняшнего дня русской классики, тоже, вероятно, не были людьми. Как много часто мне объясняют, что тот, кто не читал Достоевского, тот как бы человеком считаться не может. Я им тут же привожу в пример их любимца поэта Пушкина, который явно Достоевского не читал, но тем не менее, в общем, какими-то... Как-то состоялся все-таки. ...был наделен, да. Кстати, кстати, о Достоевском. Да. Я прошу прощения. Ваша ложь о ФМ Достоевском отвратительна, пишет вам КА-61-2ХА. Страхов соврал, и вы соврали вслед за ним. Это глупо и ненаучно. Вы ничего не знаете о Достоевском, не знаете произведений Достоевского. Выставили себя безграмотным дураком. Александр, Санкт-Петербург. Это по поводу вашего блога, да? Это по поводу статьи. Я не занимаюсь блогами. Извините. Это статья под названием «Антрикот Михайлович Достоевский», в котором вопросу педофилии Фёдора Михайловича было уделено минимальное количество внимания и времени. И я там всего-навсего сослался на широко известное письмо Страхова, у которого не было никаких оснований лгать. То есть мы не знаем, лгал он или не лгал, но подозревать его во лжи, честно говоря, у меня никаких оснований нет. Там речь шла скорее о той идеологии, которую транслировал Достоевский и которая подпитывает сегодня мракобесов, черносотенцев и всех тех, кто хочет тащить эту несчастную Россию обратно в чёрное никуда, к ромешного прошлого, к долбёжке лбом о пол, к лучинам, в шам и другим радостям духовности. Поэтому там ложь, не ложь, я же не утверждаю, что это так. Я всего-навсего ссылаюсь на современников. Александр Глебович, ну возвращаясь к книжкам, которых министр хочет создать целый корпус, начиная с детского сада должен быть определённый очень правильный корпус той самой литературы, которую читают наши маленькие детки. Скажите, а вот вы на вскидку можете предложить корпус литературы, которая действительно пользу бы деткам принесла? Оль, я бы даже более простой вопрос задал Девзорову. Вашему сыну что вы советуете почитать? А я не советую, он читает, хотя его тоже, в общем, приходится заставлять. И не хотят современные дети читать по одной простой причине. Им читать нечего, да? Если вы не увлечёте ребёнка серьёзной настоящей литературой, я имею в виду литературой, естественно, научной, физической, химической. Я подозреваю, что да, просто по той причине, что сейчас, сейчас найти какую-то пищу для этих маленьких детских мозгов в далёком прошлом довольно сложно. Это ведь только Захарова у нас заходится в счастливом смехе от того, что американская сенаторша видеть или не знает, кто такой Айболит. Да, при том, что Чуковский это очень местный гений. Айболит никогда и не переводился, если бы этой американской бедной сенаторше сообщили бы, что какой-либо... Доктор Дулитл в английском варианте. Да, с доктора Дулитла был сдут в чистом виде Корнеем Ивановичем Чуковским и русифицирован доктор Айболит. А автор доктора Дулитла, боюсь, и я не вспомню, по-моему, это Ловцын некий, но я могу перепутать. Но я точно знаю, что Айболит переводился в Советском Союзе с советскими переводчиками на французский язык, это я свидетельствую, и по-французски он назывался доктор Ойбобо. Какая прелесть! Виталий Науч, вы сделали мой день. Да нет, тогда давай я его доделаю, в конце концов можно говорить Айболит, можно говорить Айподох и других массов. Это доктор Невзоров уже. Или Айнеболит. Да, поэтому, ну в конце концов, если бы эти пранкеры разыграли бедную сенаторшу, сказав, что завоевание совершил некто Микула Серенинович, да, она тоже была бы, вероятно, в праве не знать местного фольклора и поверить серьезным журналистам или людям, которые с болью в сердце, как всегда, и очень искренне есть что-то рассказывать. Поэтому радоваться-то здесь нечему. Я имею в виду, ну спасибо, хорошо, что Захарова от радости не сплясала, но на этом спасибо, по крайней мере. Ну что, я не знаю, многим нравится. У нас есть еще время? У нас есть полторы минуты. У нас есть полторы минуты. Тараканища пишут нам тут. Мне нравится к вопросу о том, кто как перекрасится и кто где окажется в результате возможных перемен в России. Ну, за Захарова тогда можно не беспокоиться. Ее всегда примет Crazy Horse. Слушай, а вам еще... Главное, чтобы поскорее. Еще понравилась история, там как-то оскорбление социальной группы, да, ватников? А, это да. Мы вообще сейчас поговорим об оскорблениях. Наконец-то понятие ватников возвезено не просто в какое-то литературное выражение, а в социальную группу, и возбуждено дело в отношении возбуждению розни социальной группы ватников. И есть уже реальный подозреваемый, обвиняемый, некто Александр Газенко, 19 лет, мальчишка, который где-то написал в своем блоге про ватников. Ну, вот, знаете, я мало имею дело с интернетом, но меня очень тронула одна история, которую мне распечатывали из комментариев как раз к нашему прошлому эху. Там чудесный человек, необыкновенно литературно одаренный, описывает ситуацию, при которой выяснится, что все то, что происходит сейчас, это розыгрыш. Что в какой-то момент выйдет Владимир Владимирович и скажет, ну что, ребята, всерьез поверили, да, что выйдет Гундяев, снимет наклеенную бороду, расхохочется, они чокнутся и скажут, ну вот как мы их нагрели, что тут же извиняться перед Соколовским и десятками других людей, которые сидят, черт знает по каким смешным, облыженным, дурацким обвинениям за какие-то фразочки в интернете, и все как-то... И это будет финал того самого фильма, битвы за Исаакий. Но мы продолжим разговор с Александром Невзоровым, Виталием Дымарским и Ольгой Журавлёвой. Невзоровские среды после новостей. Мен 35, Невзоровские среды продолжаются. Меня зовут Ольга Журавлёва. В Петербурге, как и полагается, Александр Невзоров... Что-то захрустело в Петербурге. И Виталий Дымарский... Простите, а я в это время читала сообщения наших слушателей, которые нам докладывают с мест, что несмотря на вот этот выбор Прилепина, о котором мы так долго и подробно говорили, в Саратове творческий вечер был вчера, по-моему, а в Петербурге, кстати говоря, скоро тоже будет. Так что, может быть, это всё на самом деле совсем не Невзоровский путь. Вот, кстати. Ну, вот видите, как бы... У вас будет возможность повидаться. Да, стать комиссаром, не отходя от кассы. Это тоже очень приятно. И я бы сказал, вполне в духе вот всей сегодняшней курбщины, да, когда любые убеждения, любые патриотические демонстрации есть всего-навсего притворства и кривляния. Правда, не всегда так будет. Мы вот тут видим, что у нас... Ну, вот кто у нас самая оскорблённая дама в России? У нас Поклонская, да? Вот вы зря смеётесь, потому что сейчас она оскорблена за Николая. А представьте себе, что будет, если у неё расширится то, что называется, культурный кругозор, и она, к примеру, узнает о существовании Чиполина. Культурный кругозор. Ну, чай Чиполина? Есть необычный... Слушайте, это... Просто надо иметь должные связи на нужном уровне, никаких проблем с этим не будет. Там уже таких напричисляли к лику святых, что... Кстати, про Чиполину-то не зря вы заговорили. А почему? Ну, потому что вы наверняка слышали же об эту историю, когда в спектакле про Чиполина убрали всю революцию, и как бы там просто потом пришёл принц, и всех простил, и всё сразу стало хорошо. Причём принц-лимон, это, наверное, намёк на медведев, поскольку как-то с Владимиром Владимировичем принц-лимон не вяжется. Ну, не знаю, сеньор-помидор, может, там ещё пришёл. Ну, короче, революции там нет. А, я знаю, эта история была в театре Содружества актёров Таганки. Да, совершенно верно. Которые, взяв в руки Чиполина книгу про Чиполина, поняли, что они имеют дело с антигосударственным документом огромной силы. А это театр, где Губенко... Да, и что нужно, немедленно разминировать эту ужасную подрывную и крамольную литературу, переписав её совершенно в ином ключе. Слушайте, а, кстати, переписать совершенно в ином ключе. Говорят, что вообще хотят новый фильм «Народный викинг». Смоленские реконструкторы уже взялись за это дело, прямо скажем. Анти-Викинг, да? То есть другую редакцию Викинга. Да. Видимо, без сэм-насилия, там чего ещё сэкса. Нет, нет, нет. Они, как я понимаю, пытаются воссоздать с их точки зрения более достоверную картину. Но вообще, конечно, всё это очень смешно. И если вам встречается какой-то человек, который говорит, что, вы знаете, вот я знаю, как там было на самом деле, да? Ну, он помнит. Да. То этого человека нужно немедленно отправлять либо в известное медицинское учреждение, либо на битву экстрасенсов. Потому что, ну, от того, что одна придумка, одна чушь про историю будет заменена другой... А вы не верите в археологию, родный анализ и прочие всякие изыскания? Я верю. Я верю и в археологию, и в радиоуглеродный анализ. Но все эти вещи привносят к нам только мелкие частицы, элементарные частицы знаний о том времени. Мы, когда говорим о каком-то событии или о каком-то персонаже, мы говорим о неком целостном явлении, имеющем завязки с и окружающей средой, и с реальностью того времени, и с множеством факторов. Вот поймите, время – штука, имеющее такую волновую структуру, да? И если мы представим себе в качестве элементарных частиц молекулы воды, которая собирает волна для того, чтобы тащить ее на себе, и в этот момент ее геометрирует и придает ей форму, но как только эта волна проходит, то вот эти элементарные частицы опять-таки бессистемно и хаотично начинают распространяться. И собрать их снова абсолютно невозможно. Такая же штука происходит с историей. И никакая реконструкция, никакое количество, там можно угадать количество пуговиц, но помилуйте, если вы возьмете в руки любой череп XII или XIII века, вы увидите существенную разницу даже в тех туберкулах, то есть вот костных отросточках, к которым крепятся мышцы. Какой вывод мы можем сделать? Что и мимика у людей была абсолютно другой. Ведь это же были грязные люди, это были люди, которые боялись приближаться друг к другу, потому что непонятны были намерения, и они очень много обязаны были продемонстрировать мимикой. Это другая мимика радости, другая мимика покорности. Это всё абсолютно другое, это всё невоссоздаваемо, и любой разговор об исторической достоверности является ложью и бредом. Слушайте, вот всё-таки кто-то на вас себе подойдёт, где-то я слышал, что говорят, что это невзор, а ваш моральный облик. Да Соловьёв не может. Моральный облик у меня чудовищен, я этого никогда не скрывал. А Соловьёв, да, у Соловьёв обзывается. Соловьёв обзывается, но помилуйте, вот, конечно, я его понимаю, обзывается ужасно. Но вот, вы знаете, вот по что прекрасным, доброжелательным и воспитанным человеком был Иван Петрович Павлович? Ну. Ну, и его не все собаки в лаборатории, кстати говоря, любили. Не все собачки приветствовали так, как должно. А вот была в группе, если не ошибаюсь, Марья Николаевна Ерофеевой, та самая знаменитая группа собак, которая давала результат на острые опыты по положительной реакции на отрицательное подкрепление. Вот там был, если не ошибаюсь, такой, там был Рыжик, там был Шалун и была Чернуха, три собаки. И вот как только стоило Иван Петровичу только войти в здание Института экспериментальной медицины, его ещё не видели. И тут же, по-моему, Рыжик заходился таким злобным и истерическим лаем, что его было можно унять только с помощью дозы морфия. При том, что Иван Петрович его никогда не обижал. А как же отрицательные вот эти вот закрепления? Мучил же наверняка. Это дело Марьи Николаевна Ерофеева. Иван Петрович только присутствовал при этих опытах, но Иван Петрович присутствовал при таком очень важном опыте, который называется «Разрушение рефлекса восторга». Рефлекс восторга – это то, что нынче маркируется как оскорбление чувства верующего. Вот есть рефлекс восторга. Этот рефлекс очень легко разрушить, и он рассыпается таким фейерверком агрессии, боли, злобы. Он, конечно, целиком искусственная вещь, которую можно создать, можно и не создать в том или ином млекопитающем существе от человека до собаки, включая морскую свинку, лошадь, крысу, кого угодно. Но вот живые существа, они так очень агрессивно реагируют на разрушение этих рефлексов восторга. Так что что говорить обо мне, если даже Иван Петрович вызывал у некоторых лабораторных собачек такие острые неприязненные чувства? Да, кстати говоря, есть уже о вашем моральном облике. Меня всё время кто-нибудь обязательно доругает. Вон, Проханов целый роман и пишет. Да, разлобствующе. Но делает это в общем... Только его прочитать трудно. Да ладно, я читала, он читал мало. Роман хороший, но читать трудно. Делается какой-то, я бы сказал, непонятной, затаённой симпатии. А вы там все, кстати, герои в этом романе. Да, и вы там, да, 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 да. Вот мне ещё очень понравилась идея принять день патриотизма, который будет приурочен к дню введения продовольственных санкций. Контрсанкций, так называемых. Контрсанкций, да, которые Россия добровольно возложила на себя сама, и это было высоким проявлением патриотизма. Мало кто заметил такую пикантную подробность, что в этот же день, когда должен был, по идее, вот в это же число, когда было принято это решение, или, по крайней мере, высказана эта инициатива, когда были приняты эти русской стороной контрсанкции, в Иркутске, в Братске Иркутской области была официально открыто обновлена ферма по разведению и забою собак. И в этот день в продажу поступили первые 12 тушек собак, которые были разведены, а затем освежеваны и выпотрошены некто нечаевый бизнесмен, который задумал открыть этот весьма и весьма прибыльный в России в условиях санкций бизнес. Вы сейчас серьёзно говорите? Это тоже. Абсолютно серьёзно откройте свои любимые интернеты, Братск, Иркутская область собаки. Открывайте, Оля. Так, открываем. Открывайте, потому что иначе я боюсь, что я буду выглядеть перед слушателями эхо, клеветником и фантазером. Очень важно, чтобы вы это нашли. Вы ещё сегодня не клеветали ещё в рамках поповедения. Так, на забой выращивают собак породы норионги на ферме в Братске. Вот о чём идёт речь. Норионги – это чудесные, пушистые, такие мордатые собачищи с огромными глазами, действительно очень доверчивые и очень спокойные. Спокойствие им нужно с точки зрения, скажем так, разводителей, для того, чтобы они не изводили себя лишними нервотрёпками в клетке и не теряли бы полезный вес. То есть в корейский ресторан, да? Нет, он продаёт, как я понимаю, не только в корейский ресторан, но теперь и в России, как видите, этот бизнес становится абсолютно легальным в результате всех этих продуктовых изгаляний над народом. Ничего удивительного. Так что, как видите, и это тоже подтвердилось. А что у нас с поповедением? С поповедением у нас всё замечательно. У нас, если не ошибаюсь, во Владимирской области один поп на Лексусе или Лендровере наконец-то сбил другого попа. Слушайте, была же такая история. Да, вот в связи с этим я предлагаю вспомнить, что у нас есть день чертёжника, есть день кондуктора. А что день попов? Да, да, день работника культа. А поскольку вот это событие, оно уже говорит о том, что профессия становится массовой, потому что чтобы один поп в одном небольшом городе сбил другого, это же надо постараться. Ну, причём сбил-то там как-то серьёзно, пострадавшие в коме и с открытыми черепно-мозговыми травмами, либо ему делали трепанацию. Не увлекайтесь, Александр Глебович. Нет, хорошо, я не буду, хорошо. Я обещаю, что не буду увлекаться никакими подробностями. Но правда, подождите, тогда не обязательно к этому дню приурочивать. Есть и было замечательное событие в Московской области, где борец за демографию, патриот, тоже служитель культа, священник московской патриархии, он скончался на какой-то незнакомой девушке в бане, а поскольку телеса его были так велики по описанию спасателей, что понадобились усилия шести или семи человек, чтобы его, умершего от напряжения, борца за демографию с девушки снять и освободить бедную гражданку. Вот можно, по идее, день работника культа приурочить к этой дате, а можно дождаться того момента, когда будет вынесен приговор по широко известному петербургскому священнику Грозовскому. Сейчас, кстати, идет, по-моему. Да, сейчас нет, сейчас, по-моему, нет, еще не идет суд, а только заканчивается следствие. Следствие, да. Но следствие пока остается при своих выводах, и ничто его не смогло сбиться. Я бы, Оль, если ты не против, я вот хочу попросить Александра Глебовича прокомментировать историю с первой премией фотографии, которую отдали вот этому убийцу, российского посла. Это вызвало разную реакцию. Вот, ваше отношение. Вот, кстати, да. Холодный и циничный взгляд. Давайте. Холодный и циничный взгляд на фотографию, если не ошибаюсь, автор. Меня может подвести эту память, потому что я не обязан помнить все турецкие фамилии. По-моему, это Асбелиджи, да, автор. Похожего, да. И действительно, фотография абсолютно уникальна и достойна самых высоких премий, и ни у кого в этом не возникнет сомнений. Там лет через 12-15, как не возникает сомнений, глядя на те фотографии военные, где в самые экстремальные и резкие минуты изображены люди, поднимающиеся в атаку. Не важно, с праведной стороны, с неправедной, отстреливающийся ли это наркоторговец. Сейчас ведь дело художественной фотографии поймать уникальный момент, в котором будет заключен драматизм, понятный миллионам и драматизм, знаковый для всей планеты. Поэтому очередное срыгивание возмущений, которое продемонстрировал МИД по поводу того, что эта фотография стала лауреатом всемирным, как я понимаю, да? А она действительно страшная, она действительно обнажает проблему, а вот так вот... Я напомню, никак не обижает. Она никак не обижает, потому что невозможно обидеть фактом, невозможно обидеть констатацией. Это вот только у нас все вот эти нежные, взнервлённые сёстры Поклонской обижаются по каждому поводу и без повода. Ну уж тогда скажите мне, каковы перспективы закона об оскорблении Величества? О оскорблении президента? Да, который так был как бы предложен. Я не очень понимаю, зачем он нужен, потому что, насколько я знаю Владимира Владимировича, он довольно легко относится к таким вещам. Прекрасно понимая, что его имя является неплохим информационным товаром и что трудно удержаться от соблазна на его имени как-то отоспаться, у него хватает до сих пор такого чисто питерского мрачного чувства юмора, на такие вещи особо не обращать внимания. Ну и надо сказать, что, конечно, всякую уж совсем гадость фильтруют, и он не знакомится с тем, что о нём говорит интернет, на его счастье. И что пишут на заборах. Не знаю, где жили бы он это. И что пишут на заборах. Поэтому, ну опять-таки, приговорить и преневолить людей к уважению у кого-то совершенно бессмысленно. Особенно это бессмысленно сегодня, и это точно обречено на провал. И всё вот это вот количество запретительских, драконовских, бессмысленно свирепых законов только подчёркивает до какой степени хрупка сегодняшняя конструкция государства, которая кажется такой монументальней. Вот тут Зюганов, которого должны опять там внести торжественно на избрание президента очередного, Зюганов возмущался в прессе тем, что современное молодое поколение не желает знать ничего о подвигах дедов, не желает выстраиваться в бессмертные полки, демонстрирует поразительное незнание. Он с кем-то конкретно, видимо, встречался. Да, 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 это была встреча, но если бы он ознакомился с той статистикой, которая показывает количество прикуривающих от вечных огней, количество исполняющих различные танцы на воинских мемориалах, вероятно, он бы здесь, то, что называется, замолчал бы и задумался над тем, удастся ли эту молодежь силой заставить это, я уж не говорю уважать, хотя бы знать. Вообще... Александр Глебович, вы знаете, я прошу прощения. Я, кажется, открыла секрет, почему неустанно снимают видео танца любого, хоть тверка, хоть чего угодно, на фоне вечного огня. Вы знаете, почему, Александр Глебович? Потому что в большинстве городов вечный огонь – это самое чистое и аккуратное место в городе. Просто нет больше площади, где можно станцевать и снять. Да, я думаю, что это очень здравое и правильное замечание. Ну а... Так что никакой ненависти-то нет там? Нет, в том-то идее, ненависти нет. Есть абсолютное глубочайшее безразличие. Ненависть будет возникать как ответ на то агрессивное навязывание этих вещей, и она неминуемо возникнет. В любом случае, это вечный конфликт так называемых дедушек и внуков, отцов и детей, которые... Дети, которые отказываются исповедовать убеждения отцов, и насильно их приговорить к этому абсолютно невозможно. Конечно, мы будем иметь, в принципе, диаметрально противоположную картину по настроениям, там, лет через 10, через 15. Знаете, при всей моей любви к истории, мне кажется, что мы немножко сходим с ума наше общество. Всё-таки пусть лучше люди смотрят вперёд, а не назад. Правда? Слушайте, сегодня, по-моему, я читал или вчера, объявили, что в течение 100 лет уже началась подготовка, будет освоен Марс. Будут постройки на Марсе, да? У меня еретическая невозможная глупая точка зрения. Интеллектуальный, искусственный интеллект. Что касается искусственного интеллекта, это, в общем, интересная затея, но, конечно, абсолютно бредовая, потому что интеллект искусственный можно создать только по образцу уже имеющегося, а интеллект у нас, в общем, в высшей степени хреновый, да? Поскольку всё, что нам кажется... То есть невозможно создать интеллект выше, чем твой... Это невозможно, либо это будет чисто математический продукт, который потребует, опять-таки, расшифровки на обыкновенный язык, а на обыкновенный язык он может быть переведён только в традициях того интеллекта, который уже есть и который, в общем, является далеко не блестящим и далеко не... Но сам путь... Не таким великолепным, как нам представляется. Но сам путь к искусственному интеллекту, это же тоже некие новые знания, некая практика, пусть даже он будет... И пусть это даже неосуществимо. Вот я не самый лучший специалист, но я понимаю, что там создание нейронных сетей, хоть свёрточных, хоть рекуррентных. Рекуррентных, значит, возвратных, там очень простой принцип. Это всё технологически ненаучные вещи, и что даже вот на сегодняшний момент мы не имеем права говорить ни о каких успехах, потому что самые сложные, самые совершенные и многослойные искусственные нейронные сети, хоть рекуррентные, хоть свёрточные, они всё равно примерно в полтора, в два с половиной тысяч раз слабее, чем нейронные сети в коре мозга крысы. У крысы хороший мозг, но он переоценен за счёт того, что с крысой просто связано очень много городского фольклор, на самом деле он примерно такой же, как у всех млекопитающих существ, просто она вынуждена приспосабливаться, крыса, к чрезвычайным условиям, поэтому она очень легко обучается и развивается. На самом деле её мозг ничем не лучше, чем любого другого мелкого млекопитающего. Но вот эта разница в две с половиной тысячи раз или даже в полторы тысячи раз по оценке определённого рода оптимистов – это всё равно те гигантские разницы, которые не позволяют говорить об искусственном интеллекте как о чём-то вообще реальном в течение ближайших, по крайней мере, 50 лет. А что касается Марса, то я объясняю. Я же Фома неверующий, абсолютно еретик, до тех пор, пока мне не объяснили, каким образом эти бедные астронавты, эти бедные жители Марса будут спасены от воздействия высокоионизированных молекул и высокоэнергетических ионов железа в космосе, которые способны прорвать сразу обе цепочки ДНК, обе нитки ДНК, сделать двух нитей его разрыва и сделать просто немедленно организовать рак. Потому что что происходит, когда рвётся эта цепочка ДНК, клетка не знает, как ей расти дальше, она теряет намутировать, указания, чёткие указания, которые ей обычно даёт геном и может позволить себе какой угодно рост, в каком угодно направлении, в каком угодно свойстве. Александр Глебович, мы, к сожалению... Всякие пикантные вещи, типа отслоения сетчатки... Прекратите нас пугать! Мы ещё не летим на Марс! Пока никто не придумал, как от этого человека защитить в космосе. Зато, Анна, вас поймала, вас поймали в этой передаче. Вы оговорились, вы сказали туберкулы, а надо тробекулы. Вот, даже на Александра Невзорова... Туберкулы, это узелки, правильно сказали, правильно, кстати, поймала, молодец, молодец. Вот, молодец, Анна. Я тоже могу ошибаться. Конечно, даже иногда... И всегда с лёгкостью признаю любую ошибку. За это мы и ценим Александра Невзорова, публициста, который только что с нами провёл эти чудесные Невзоровские среды, очередные. А ведущими были в Петербурге Виталий Дымарский и в Москве Ольга Журавлева. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok